Всем привет! Если вам надоели китайцы, то не стоит отчаиваться. На вторичном рынке есть еще много заменителей этих машин. И сегодня мы такую будем обозревать. Итак, встречаем Nissan X-Trail третьего поколения. И здесь у нас экземпляр 2018 года, что значит рестайлинговый. Но, как обычно, наш обзор расскажет обо всех агрегатах, которые устанавливались на все годы выпуска этих машин. Итак, встречаем Nissan X-Trail третьего поколения. Nissan X-Trail третьего поколения поступил в продажу в 2013 году. Цикл его производства был завершен в 2021 году. Силовые агрегаты в дорестайлинговой и рестайлинговой версии все одинаковые. Но если речь идет об X-Trail, пригнанном из Европы, то там может встретиться 1,7-литровый турбодизель. Это детище Рено появилось в 2020 модельном году. Рестайлинг принес X-Trail более богатый на вид салон, адаптивные, то есть поворотные светодиодные фары. В дорогих версиях радар системы предотвращения столкновений. Он закрыт за стеклянной эмблемой в бампере. Дверь багажника у обновленных машин можно открывать взмахом ноги. В общем, ничего сверхъестественного и нового рестайлинг не принес. Как вы знаете, наши обзоры не про опции, а про надежность и болячки. Сейчас к этому и переходим. Как обычно, начнем с кузова. Все кузовные панели Nissan X-Trail оцинкованы. Но лакокрасочное покрытие тонко, поэтому легко царапается. Да и оцинковка уже не панацея. На ней экономят. Поэтому пробитые участки лакокрасочного покрытия и цинка не торопливо рыжей. То же самое касается и от пескоструенных участков. Но вряд ли в рестайлингах X-Trail вы найдете много мест, которым можно доколебаться. Но знайте, что через 3-4 года будут вопросы. Кстати, панель крыши в Nissan X-Trail не оцинкованы. Поэтому если сюда неудачно залетят камни, то, естественно, вот этот участок покроется рыжиками. Крышка багажника пластиковая, не ржавеет и эксплуатационных нехороших таких моментов не имеет. Но бывают случаи, когда коррозия появляется в проемах двери багажника. Под упорами сервопривода в двери багажника. Это нечастая, но уже известная и по рестайлингам X-Trail мелкая косметическая неприятность. Владельцы старых X-Trail удивлялись тому, что с фирменных эмблем Nissan стиралась краска. То есть хром оставался, а вот этот черный наполнитель исчезал. Некоторым владельцам вот эти эмблемы меняли по гарантии. Но их без проблем сейчас можно купить и поменять. А еще со временем у X-Trail оттопыривается жабо, то есть декоративная накладка вдоль нижнего края лобового стекла. Постепенно накладка отходит от стекла, а в появившуюся щель набивается всякий мусор. Самые щепетильные поклонники этих кроссоверов снимают жабо, а наносят на край герметик, чтобы после установки он приклеил край накладки к лобовому стеклу. Ну а сейчас добро пожаловать в салон. Качество интерьера у X-Trail типично японское. Мягкого пластика не слишком много. Со временем в салоне появляются сверчки. Удивляет экономия на мелочах. Автоматический стеклоподъемник есть только на водительской двери, а лампочка подсветки есть только у его клавиши. У X-Trail есть система обзора периметром на 360 градусов. Но видеокартинка невероятно крохотная. Еще и качество самого дисплея очень сильно отстает по качеству. Выглядит она на год 2000-й. Некоторые владельцы уже к пробегу в 100 тысяч километров умудрялись зацарапать кнопку старт-стоп, кнопка запуска двигателя. Довольно распространенная болячка X-Trail третьего поколения – это крошащийся поролон сидушки. То есть, если под водительским сидением вы увидели рыжие крошки, то это оно. Набивка крошится. Причем никакой обивки или чехла под сидушкой нет. Там голые пружины и, собственно, поролон над ними. Что с этим делать? Пылесосить. Но если такой подход вас не устраивает, то водительское кресло можно снять и подложить между пружинами и поролоном некий чехол. Кусок плентной пленки для этого вполне тоже подойдет. И ничего крошиться на пол не будет. Еще опытные владельцы X-Trail отмечают, что датчик наружной температуры врет. Завышает показания на 2 градуса. А если в баке топлива много, когда не хватает 15 литров до полного, то бортовой компьютер не пересчитывает запас хода. Электрика у X-Trail в целом надежная. Мотор вентилятора печки, заслонки системы вентиляции, шлейф руля и прочее пока нареканий не вызывает. Хотя вопросы именно к моторчику вентилятора уже возникают. Также появляются случаи отказа терморезистора системы отопления и кондиционирования салона. Эти детали продаются новыми оригинальными по 170 и 100 долларов соответственно. Есть заменители в 2-3 раза дешевле. Но вспомним глюки-коншины, которые исправлялись по гарантии. Но они встречаются до сих пор на автомобилях с пробегом. Дело в том, что все соединительные разъёмы в этом автомобиле от передней панели до багажника отвратительного качества. Каждый такой разъём соединяет пару десятков проводов. Так вот, контакт там пропадает, и любой блок, либо любой узел в автомобиле может отключиться, либо заглючить. Такие разъёмы еще называются концентраторами-коншины. Так вот, что же делать с этой проблемой? Таких разъёмов в автомобиле около 10-15 штук, и их просто удаляют. Да, вы все правильно поняли. Надо провода соединить напрямую, то есть надо соединить около полусотни проводов и не ошибиться. Некоторые их спаивают, некоторые просто скручивают. И надо поступать именно так, чтобы избавиться от непонятных глюков. А ещё в рамках отзывной кампании дилеры меняли проводку к блоку предохранителей под капотом, там тоже пропадали контакты. Иногда наблюдается отказ замка водительской двери, но обнаружить это можно случайно. То есть активируем центральный замок, то есть запираем машину, но вот эта дверь остаётся незапертой, то есть она открывается, как обычно, но уже по двой сигнализаций. Как выяснилось, в сервоприводе двери отказывает моторчик. Моторчик стандартный, типоразмер FC 280 с червячной шестерней на валу. Если очень заморочиться, то можно очистить загрязнённой угольной пылью коллектор этого моторчика и даже поменять угольные щётки на новые. Этого добра и самих моторчиков полным-полно на китайских маркетплейсах. А новый оригинальный замок водительской двери стоит от 120 до 170 долларов. Можно купить и бэушные, но сначала надо убедиться, сколько в нём пинов – четыре или шесть. Помним за бэушными и за новыми запчастями в «АвтоСтронг». Ссылочка у нас в описании. Чаще всего X-Trail продавался с бензиновыми двигателями. Они все атмосферные, но у младшего двухлитрового непосредственный впрыск топлива. Каждая форсунка стоит по 200 долларов. Нареканий на их ресурс нет. Имейте в виду, что в продаже есть ремкомплекты с уплотнениями и распылителями. ТНВД стоит 800 долларов, но тоже отлично ходит с нашим топливом. Гидрокомпенсаторов у этого двигателя нет. Тепловые зазоры, если приходится регулировать, то после 300 тысяч километров. ГБЦ у двухлитрового движка крепкая, не трескается, если перегнуть с моментом свечи. Цепь ГРЭМ ходит далеко за 300 тысяч километров. Чаще всего незапланированные манипуляции с этим двигателем приходится проводить из-за утечек масла по прокладке клапанной крышки и по поддону. А вот если вы увидите непонятную течь масла на уровне шкива коленвала, то есть с правой стороны двигателя, то есть со стороны моторного щита, то там в центре масляного пятна вы увидите болт. Это заглушка. Посадите эту заглушку на резьбовый гермет, тогда течь масла прекратится. Жор масла не характерен для этого двигателя, но с ним можно столкнуться, если, например, увеличить интервалы замены масла. Ну, примерно 12 тысяч, 15 тысяч. И, кстати, очень много двигателей МР-20ДД уже проехали 400 тысяч километров без скрытия. То есть не понадобилось регулировать зазоры клапанов, менять цепь ГРМ и даже чистить впускные клапаны. В общем, этот прямо впрысковик – очень даже неплохой вариант. Самый мощный бензиновый двигатель – это мотор объемом 2.5. Еще более консервативен. Дело в том, что у него распределенный впрыск гидрокомпенсаторов нет. Цепь ходит примерно 200 тысяч километров, и менять ее надо, когда появляются ошибки по рассинхронизации валов, а также, если вы слышите отчетливый ляск при утреннем запуске двигателя. Еще этот двигатель склонен к жору масла, поэтому не экономьте и меняйте его почаще. Течи масла по прокладкам тоже случаются примерно каждые 120 тысяч километров. Еще, если появились ошибки по регуляторам фаз, то учтите, что регулятора 2, управляющих клапана 3, и каждый по 130 долларов. Они все одинаковые, поэтому надо будет найти неисправный. И он в лучшем случае оживет после чистки его золотниковой части. В общем, этот мотор типичный середнячок без явных слабых мест и погибает в основном от хренового обслуживания. А еще, кстати, он погибает от прогорания клапанов, если было установлено ГБО, а зазоры не регулировались. Так что регулируем зазоры. Нужны витамины для вашего автомобиля. Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А АвтоСтронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы, добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в «АвтоСтронге». Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Самая редкая версия X-Trail с 1,3-литровым турбомотором разработки Renault и Mercedes. Такая версия идет только с передним приводом и семиступенчатым роботом. У нас нету много информации по поводу надежности, но в принципе на других автомобилях Renault, Nissan и Mercedes эта связка работает неплохо. Дизельных X-Trail немного. Чаще всего они встречаются с моторами 1,6 ДЦИ, вот прям как в нашем случае. Реже с мотором 2,0 ДЦИ и еще реже с мотором 1,7 ДЦИ. То есть последние два мотора – это те автомобили, которые были привезены из Европы. И что хочется сказать, все дизели хороши. Это продукты компании Renault. Естественно, они с гидрокомпенсаторами, все они цепные и цепи служат под 300 тысяч километров. Раз в 100 тысяч километров можно уделить внимание экологии. Почистить клапан EGR, разобраться с заслонкой в выпускном тракте, почистить датчик противодавления в выхлопной системе. Этот датчик установлен в моторном отсеке правее от двигателя, от него вниз к выхлопной трубе спускается шланг. И естественно, можно удалить сажевый фильтр, отшить экологию. И вообще, эти двигатели бесхлопотные и легко пробегают 500 тысяч километров. Про механические коробки в плане надежности рассказывать нечего. Но если МКПП работает в паре двигательным двигателем, то там будет двухмассовый маховик, а стоимость его примерно 700 долларов. Ну а теперь поговорим про вариатор. Чаще всего на X-Trail'ах встречается именно он. Никаких классических автоматов не предусмотрено, а семиступенчатый робот встречается только с двигателем 1.3. Так вот, эта трансмиссия часто уезжала и уезжает на ремонт при пробегах 150-200 тысяч километров. Но справедливости ради надо отметить, что есть вариаторы, которые и отлично себя чувствуют после пробега в 400 тысяч километров. Вообще, эта трансмиссия GF016E – это самый большой недостаток X-Trail'а. Он не любит высоких нагрузок, то есть о буксировке чего-либо и о вылазках на бездорожье можете забыть. Эта трансмиссия погибает от того, что в ней не остаётся ничего неизношенного. Всё это в буквальном смысле оставляет следы. На парах трения изнашивается посадочная обойма подшипника конуса. Угол расположения конуса меняется, появляется стружка. Откуда, спросите? Из подшипника, да и тянущаяся цепь от люка не прочь покромсать конусы. Потом эта стружка приводит к подклиниванию клапана регулирования главного давления. В общем, давления вариатору не хватает ни на что. От этого ускоряется в разы. От стружки и плохой смазки страдает буквально всё, а гидроблок вообще не пригоден для ремонта. То есть приходится ставить новый. Новый стоит 1000 долларов, а бушный вариатор стоит примерно 1500 долларов. И вот чтобы этот вариатор прошёл не мифический 300 тысяч километров, желательно в нём менять частично масло каждые 50000 километров. Можно снять поддон, без проблем снимается, слить масло и даже от стружки магниты почистить. И вот в поддоне, вернее под гидроблоком, вы найдёте фильтр грубой очистки. У него три вариации, если говорить про X-Trail, в зависимости от страны производителя, страны сбыта, а также от года выпуска. Поэтому не ошибитесь с выбором. Отдельно меняется фильтр тонкой очистки и обязательно надо поменять его уплотнение. И да, фильтр находится отдельно на корпусе. Для заправки используется масло Nissan NS3. Обычно хватает 5 литров и 5-литровая канистра стоит 120 долларов, но можно использовать более дешёвые аналоги. И, кстати, именно вот этот автомобиль предоставлен автоцентром My Car Selection. Тут можно выгодно продать, купить или обменять свой автомобиль на другой. Беспроцентная рассрочка, кредит и лизинг прямо на месте. И ещё по промокоду «АвтоСтронг» каждому покупателю дарят полный бак топлива в подарок. Ссылочки я оставил в описании к этому ролику. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. К пробегу в 170 тысяч километров, ну или к Doom 100 тысячам, у X-Trail могут появиться проблемы с основным вентилятором охлаждения. То есть он может заскрипеть, а может и заклинить. Новый стоит оригинальный – 260 долларов, но заменителей по более привлекательным ценам тоже хватает. Ещё непонятный и неприятный звук может издавать генератор. Их, кстати, немало поменяли по гарантии. Так что готовьтесь к такому зловещему звуку с его стороны. Кстати, генератор можно купить бэушный, естественно, в «АвтоСтронгии», а можно перебрать в специализированной мастерской. Ещё обратите внимание на алюминиевую трубку системы кондиционирования, а именно на участок возле горловины для омывающей жидкости. Здесь трубка изгибается под 90 градусов и удерживается креплением. Однако она просто вибрирует в креплении и со временем может перетереться. В общем, если дребезжит, то добавьте немного ленты или резины. Оберните трубку для плотной фиксации. Полный привод у Nissan X-Trail простой. Заднюю ось подключает электромагнитная муфта. Мы бы вам её показали, но у нас автомобиль переднеприводный. Так вот, если у вас Nissan X-Trail с вариатором, то забудьте о бездорожье, потому что вариатор в таком случае дольше проживёт. А вот если вы будете кататься по бездорожью с МКПП, то тогда загорится ошибка по перегреву муфты. Причём, никакого датчика температуры на муфте нет, кроме маленького проводка, который питает её магнит. А вот сведения о перегреве имитируют блок управления на основе перепробуксовки. То есть, если ЭБУ посчитает, что муфта набуксовалась, то тогда он просто её отключит. Муфта подключения задней оси относительно беспроблемная. Но бывает, что она начинает течь маслом, также появляется скрип и также она может не включаться. Но специализированные мастерские недорого и просто восстанавливают эти муфты. Масло в угловом редукторе и заднем редукторе, если бы он здесь был, меняется предельно просто. Есть сливные и заливные пробки. На оба редуктора идёт 1 литр масла. Как часто менять, решать вам. Действительно, 1 литр масла на оба редуктора – это не совсем много. Подойдёт любая трансмиссионка GL5. Карданный вал не беспокоит, но его детали, крестовины и подвесной подшипник, не детализируются отдельно. Но, опять же, карданный вал можно восстановить в специализированных мастерских. Подвеска X-Trail надёжная и живучая. Обычно к пробегу в 150 тысяч километров приходится поменять только втулки стабилизатора и его тяги. Втулки и стойки стоят по оригиналу 20-25 долларов. Оригинальные рычаги подвески выхаживают более 200 тысяч километров, но и цена оригинала по 200 долларов. Его сайлентблоки и шаровые можно купить по неоригиналу и заменить отдельно. Передние ступицы пробегают порядка 150 тысяч километров или чуть больше. Оригинальные стоят до 170 долларов. В задней подвеске стоит хотя бы раз в 50 тысяч смазывать развальные болты, потому что они закисают. Ну, а рычаги по оригиналу задней подвески у Nissan X-Trail дорогие, поэтому лучше их купить по неоригиналу или перепрессовать изношенные сайлентблоки. Ну, в общем, подвеска у X-Trail третьего поколения предельно простая. На самом деле, у многих владельцев X-Trail пробегал без проблем 200 тысяч километров и более. Ну, если машина с МКПП. Но на самом деле, вариаторы у последних машин, у таких, как вот эта, уже получше. Потому что инженеры колдовали, всячески хотели улучшить его и, ну, сделали даже лучше конусы. Ну, а вы напишите в комментариях, взяли бы себе вот такую машину с вариатором. Ну, а также напишите об опыте владения таким автомобилем. Ну, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! С вами была есть и будет компания «АвтоСтронг».